Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. 15 мая в это воскресенье был праздник, праздник святых жен Мироносиц, 3 воскресенье по Пасхе. Это такой аналог 8 марта, православный женский день. Сегодня поговорим и о женах Мироносицах, и об этом празднике с нашим гостем, клириком храма святых Петра и Павла, протеереем Николаем Агафоновым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте и здравствуйте, наши дорогие телезрители! Отец Николай, я вас сразу представлю еще и как члена Союза писателей, и как того человека, который написал исторический роман, посвященный женам Мироносицам. Поэтому сегодня с вами будет, наверное, вдвойне, втройне интересно говорить, потому что в эту тему некогда вы погрузились, нечто узнали, наверное, больше, чем все остальные. Но начнем с самого главного, собственно говоря, с праздника. Интересно устроен церковный календарь. Почему-то вот как-то очень избирательно церковь ставит память каких-то святых. Вот посвящается второе воскресенье после Пасхи апостолу Фоме, третье воскресенье по Пасхе посвящается святым женам Мироносицам. То есть никому больше из апостолов, ни апостолу Иоанну, ни апостолу Петру и так далее. Вот почему третье воскресенье посвящается именно им? Ну, мы с вами, дорогой отец Сергий, знаем, что все эти 40 дней воскресший Христос ходит по земле и, собственно говоря, удостоверяет своих учеников, апостолов в своем воскресении. То есть здесь вопрос такой, чудо воскресения Христа, кто его первый увидел? В начале, антипаска называется, говорит о том, кто не поверил этому чуду, об апостоле Фоме. А потом тем, кто был свидетелем этого чуда, женам Мироносицам. То есть свидетелем, увидевшим первыми из людей воскресшего Христа. Потому что апостол Фоме потом тоже Христос явился. И апостол Фома также уверился. А вот жены Мироносицы, они были удостоены, без всякого сомнения, вот этого свидетельства своими очами. Почему же так произошло? Жены Мироносицы тоже ученицы Христа, как и апостолы. Но в отличие от апостолов, они не призваны Христом в свои ученики, и об этом Евангелие свидетельствует. Они сами пришли по зову своего сердца. Как сказано в Евангелии, Господь исцелил этих женщин от одной тяжких болезней. И они следовали за Христом в благодарность своему учению. Также внимали его учению. Но они как-то в тени находятся. Все Евангелие мы видим действительно и апостола Петра, и апостола Иоанна Богослова, и Якова, и других апостолов, и Иуду. А жены Мироносицы практически ничего не знаем до момента страдания Христа на кресте. А вот кто стоит у креста? А у креста остались практически одни женщины, жены Мироносицы. Апостолы разбежались. Они боялись преследования. Это все понятно. Сейчас кажется, мы бы пошли за Христом и до конца. Тогда все эти события развивались в такой элистичной обстановке, что можно было опасаться такого же последствия, то есть казни апостола. Боялись ли жены Мироносицы? То есть женщины, которые были ученицами, тоже боялись. Да еще женщины бывают больше бояться. Но они преодолевали свой страх, силу своей любви к Учителю. И вот вознаграждая вот это преодоление страха, вот эта преданность своему божественному Учителю, когда они с ним и на Голгофе, когда они идут в первый день недели, который теперь мы называем воскресеньем, чтобы принести святой мир, то есть закончить обряд погребения, Господь является первым женом Мироносицем. Он им говорит, значит, то, что они шли, сказали об этом апостолам. Но апостолам не поверили. Вот поэтому так у нас и поставлено, что, в принципе, вначале церковь говорит о недоверии своих апостолам этому чуду, в лице апостола Фомы, а потом свидетельствует о женщинах, о важности их подвига. Вот, батюшка, сразу, я прошу прощения, что я немножечко так перебиваю. К вопросу о подвиге, очень хорошо, что вы перешли. Почему церковь православная не приемлет 8 марта и вот ставит противовес память святых жен Мироносиц? Что разнит в женщинах? Здесь нужно говорить о эмансипации, о феминистском движении, которое изначально было направлено против вообще божественного творения женщины. Ведь женщина имеет особые, свои, богом одаренные, ну, скажем, функции или, скажем, свойства, которых нет у мужчин. Но та эмансипация, вот это движение феминизма, как раз захотели поставить женщину похожим на мужчину. Ну, так, то есть, вот все это выразилось в том, что подражает мужчине. Как говорил наш замечательный философ 20 века отец, не отец, не Сергий Булгак, а Бердяев. Николай Бердяев говорил, что женщины вот в своем стремлении быть похожим на мужчину обрели некоторые его качества, но утеряли при этом свои женские. Так вот, как раз вот этот праздник был, он как противопоставление мужчинам, женщинам. И вот воспевать, ну, женщина была воспета уже в лице Божьей Матери, как честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим. И поэтому вот эти эмансипаторы, даже не подозревают, что женщину-то освободило Евангелие. Что раскрепощение женщины пошло именно с Христа, когда, во-первых, он пришел в этот мир, Христос, через женщину, Деву Марию. А затем были у нее ученицы, женщины, которым было... Вообще, первые, кто узнал, что Христос Сын Божий, это Самарянка. Это у колоссов, еще апостолы не знали. Вот Евангелие, как вы понимаете, ненавязчиво. Она не говорила, что женщина в чем-то равна мужчине. Она дала ей приоритет духовной веры. Приоритет вот этого подвига женщин, который по сравнению с мужчинами иногда так умаляется, но он не сколько не... Но он именно женский подвиг. И вот церковь этим... Ведь до христианства, не только в Азии, но и в Европе, женщина была, ну, что-то наподобие домашнего рабочего скота, так скажем. Вот грубо, так сказать. Ну да. Вот женщина не имела права участвовать там в никаких выборах. Вот ее удел был, как и три кирхи, значит, кирхи, кухня и киндер. Вот три кирхи. Она должна была знать. Христианство вот постепенно разрушал этот миф, что женщина чем-то ниже мужчины напугалась. Женщина во всем равна мужчине. Ей не надо... Равна перед Богом. Но ей не надо терять свои женские свойства, чтобы быть равным мужчинам. Ей нужно развивать свои женские свойства. А у женщины есть что развивать. У ней это область сердечная, это область духовная. Ведь не зря в храмах все-таки больше женщин, чем мужчин. Это всегда было так. Вот. И поэтому христианство вот разрушало вот эти древние, неправильно искаженные языческие отношения к женщине и возводило женщину вот на такой большой пьедестал. Особенно этим средневековье. Там, помните, рыцарское поклонение женщины, воспевание женщины-матери. Беременность считалась очень модным. Даже женщины подкладывались подушечки под платье, чтобы показать. То есть рождение детей, чего не свойственно мужчине. И так этот праздник создавался именно как искажение божественного предназначения женщины. Потому он антихристианский, да, восьмерка, да, у нас семерка все это, а у нас там восьмерка. Так вот. И создан он, конечно, был вот в противодействии некой такой вражде женской полумужковой. Христианской никакой вражды нет. Только совместный симбиоз. Это семья благословения. Это совместный труд. Совместная молитва. Совместное творчество. Где каждый дополняет другого. Женщина дополняет мужчину тем, что у нее нет. Мужчин дополняет другим. Вот это христианский подход. А мы им не можем... Да потом, вы знаете, история самосоздания этого праздника. Как мы же помним, что вот гвоздику там дарила женщина. Кто ей подарит гвоздику, она-то во Франции. Там даже было такое движение, надо отдаться этому мужчине. Это вот такое развратное отношение. Вообще это унижение женщины. Женщина не должна стоять с отбойным молотком. Это удел мужчины. Так вот, как раз поэтому мы противоставляем и показываем, что истинное поклонение женщины как раз восходит к празднику святых жен Мироносец. То есть это святой подвиг женщины. Ну вот и тогда перейдем к вашему историческому роману. Вообще, как родился замысел? Вот взять и написать именно книгу о них. Ну, меня всегда восхищало вот поведение женщин самотверженной, такой любви. Ну, я уже рос в таком обществе, когда уже были вот разводы. Вот это ненормально, когда семьи... И женщина одна тянет, даже мужчина, не оплачивали менты, все, она одна тянет детей, она ходит в храм. Потом я так посмотрел, что женщин больше в храме. Я думаю, а кто же сохранил у нас веру? У нас, в России. Вот в те годы безбожные. И до меня дошло сознание, что сохранила как раз женщина. Вот эти тихие, скромные женщины. Белые платочки. Которые, говорит, подпирали церковные своды. Они, наши бабушки, которые красили яички на Пасху, куличи пекли, учили своего внука там перекреститься, складывали персты, водили его в храм, крестили своих внуков, водили в церковь. То есть вот кто в безбожные годы сохранял веру. Это тоже подвиг современных жен мироносиц. И мне захотелось написать об этом подвиге. Ну, еще, конечно, еще один мотив. Это моя супруга, которая носит имя одной из жен мироносиц – Иоанна. Иоанна – это очень распространенное имя. Ну, мы все знаем Жанну Дарк во Франции. Вот это есть Иоанна. Только во французском звучит Жанна. У немцев – это Ганна. Джованна. Яна. У поляков, у чехов. Но это одно и то же имя – Жены Мироносицы. Потому что она была уже популярна с его. Ну, и такое имя популярно, как Мария Магдалина. Мы знаем. Среди жен Мироносицы – это как всегда апостол Петр, которая была настолько в своей вере предана Христу. Потом мне еще этот роман захотелось написать, когда вот этот Конда Винчи вышла книга. Я посмотрел, как вот клевещут на наших Жен Мироносиц. Это западная интерпретация Марии Магдалины, что она была якобы раньше блудницей. Это большое заблуждение. Кстати, наши некоторые православные батюшки тоже, поддаваясь западной пропаганде, думают, что вот эта кающаяся Магдалина, Мария Магдалина никогда не была женщиной легкого поведения. Об этом свидетельствует и толкование святых отцов в Писании. Она болела тяжкой болезни. Вот то, что сказано в Иоаннах, что Господь исцелил ее от семи бесов, то есть это в переводе на наш современный язык исцелил от очень тяжелой болезни, потому что семь – число полноты. То есть она очень тяжело болела. Бес – это понятие зла, это вот какая-то болезнь. Или духовная, или телесная. Вот от чего. Не от греха исцелил, а от болезни. Ну, конечно, любая болезнь следствия греха, но греха первородного, идущего от Адама. И вот благодарность, конечно, Мария Магдалина была одной из преданных учениц Христа. И мы знаем, как она после проповедовала Христа в нынешней Франции. Тогда это была провинция Римской империи, Галлия. А потом была помощница апостола Иоанна Богослова до самой своей смерти. Вот мне хотелось разрушить этот миф в своей книге. Показать, что... Вообще, на Западе так любят все это вот... Не то, чтобы преувеличить, но, можно сказать, немножко соврать в угоду каких-то красивых картинок. Ее сводит Мария Магдалину с той женщины-блудницы, которая у Христа омывала ноги слезами и отирала лосами. Что это? Ну, это не свидетельствует. Это была действительно женщина-блудница, которая рассказывала, которая простила. Но это не Мария Магдалина. То есть, вот такая вольная интерпретация Евангелия, когда вдруг под кем-то даже не названным... Мария Магдалина всегда называлась Мария Магдалина, а не какой-то неизвестной женщиной, всем пришедшей, которую не знали даже апостола. Мария Магдалина хорошо знали. Вот такая путаница любят наши братья-католики подпустить таких вот фактов, жареных в кавычках. Вот, блудница. А на самом деле, вот, святая женщина. Святые чувства к своему учителю, обожание его как своего учителя, благовение. Батюшка, ну вот вы уже вначале немножечко сказали, что Евангелие практически молчит о женах-мироносицах. То есть, мы не знаем практически ничего о них из Евангелия. Однако, вот, роман, который стоит вот у нас сейчас здесь на столе, показывает, что, в общем-то, есть что о них рассказать. Откуда вы черпали информацию? Ну, сразу я отметил, что о женах-мироносицах мало известно, потому что празднование, память их не в числах, а зависит от Пасхи. То есть, вот, когда Пасха, ровно через две седмицы, вот, третьего воскресенья, это посвящено женам-мироносицам. И потому они не входят в чте именей, потому что жития святых составлялись на основе церковного календаря. Каждый день праздновался имя какого-то святого. Туда жена-мироносиц не входит. Потому их нет в чте их-минеях, которые Дмитрий Ростовский составлял, стоит Дмитрий Ростовский. Вот, это первое, что я отметил. Есть только две жены-мироносицы в числах. Это Мария Магдалина, и там есть действительно житие под ее числом, но краткое житие. И еще Иоанна тоже в числах есть, но там нет жития ее. Я сведения собирал по крупицам, из многих преданий, которые остались. Из Евангелия пытался взять сведения, из преданий, которые дошли до нас, как письменных, так и устных. Конечно, пользовался историческими источниками, такие как Иосиф Лави. Иосиф Лави, я считаю, что самый большой источник нас по первому веку христианства. И когда я увидел образ Жены-мироносицы, в любом художественном произведении всегда есть какой-то антагонист. Вот женщина-антагонист у меня, то есть женщина-греха, это жена Ирода Антипы. Как считали, незаконная жена, потому что она от брата ушла к нему. Иродиада, тоже внучка Ирода Великого. Это женщина, которая противопоставлена как женщина-греха, стремящая к власти. В моем романе она также выведена подробно. Я показал ее путь, потому что ее путь очень тесно связан, например, с Янной. Иоанна, жена-мироносица, была женой царедворца Иродантипа, потому она постоянно встречалась с Иродиадой. Она же в этом дворце же была, где и муж распоряжался. Иоанна же и прятала главу. Иоанна Крестителя, которая, когда отрубили ее, Иродиада спрятала в непотребном месте, она ее перезахоронила в другом месте и так вот сохранила для нас главу Иоанна Крестителя. Поэтому все у меня гармонично. Я взял исторические данные, эпоху. Опять же, вообще исторический роман, чтобы его написать, нужно вот сжиться с этой эпохой. Надо читать много источников. Поэтому мне два года пришлось готовить только материал. Перед написанием, вчитываться в летописи, источники, брать исторические книги, жития святых того времени. И многое, у меня многое взято из свидетельств той эпохи, например, Рим. Про Рим написано достаточно. И когда вы в моем романе вместе с Ирой де Бантипой идете по улицам Рима, знаете, что это описано Рим именно первого века. Как улицу установлено, что было на улицах. То есть в романе должно быть в историческом много таких бытовых подробностей, которые делают его романом. Отношения людей, конечно, диалоги. А в основном можно взять любую историческую литературу, научную, читать, если хочешь знания получить. Но роман тем отличается, что он как бы вводит в живую ткань истории в отношении людей. Ну, у нас не так много времени до конца эфира осталось. Хотелось бы, насколько вот можно рассказать о том, что интересного вы узнали о Женах-мироносицах. То, чего, скажем, вы не знали до того, как брались за написание этого романа. Ну, про Марии Багдариновича. Ну, вы знаете, что... Ну, как бы я открытий никаких не сделал. Просто они везде как бы спрятаны. Ну, представьте себе, вот вы зашли в комнату, ничего не видите. А там спрятано что-то интересное. Там вот надо все это отыскать, соединить вместе. То есть я как бы отыскивал такие подробности. Ну, например, вот предание о том, что Льдина там в Галлии на реке отрубила голову дочери, которая танцевала с Соломием, дочери Диады, это есть такое предание. Она у меня вот в конце романа все в ткань повествования плетена. Ну, изучал я вот, как Мария Магдалина действовала, проповедовала. Там вот во Франции, она же очень чтится, потому что она на ее территории христианство распространяла. Но там считают, что ее и мощи... А на самом деле она потом уехала в Эфес, к Иоанну Богослову. И там из Франции вернулась. И там закончила свою жизнь. Так что я не знаю. Может быть, ценность этой книги, что я собрал все по крупицам, соединил, связал одним историческим сюжетом и постарался рассказать так, чтобы это был интерес современным читателям. Ведь моя задача вообще исторической билетристики не только развлекательная, но и познавательная. Я считаю, что, прочитав мой роман, современный читатель захочет почитать и первые источники, как Евангелие, или Жития Святых. Помните, как в детстве, когда мы читали «Три мушкетера», нас вдруг заинтересовала история средневеков Франции XVI века. И мы начинаем уже изучать, кто такие кардиналы, как короли, кто такие гвардейцы. То есть роман такой просветительский еще, кроме всего прочего. Ну, любой, любая историческая история, она просвещает в доступной такой форме увлекательной, художественной, открывает как бы эпоху. И я считаю, что кто-то прочтет мой роман, будет примерно разбираться, что же происходило, например, в ночь, когда воскрес Христос. У меня подробно этому посвящена не одна глава. Как действовали апостолы, что жены мироносицы делали в эту ночь. Это тоже интересно. Так а что они делали? А они ждали, вместе ожидали все, потому что Христа погребали поздно вечером в пятницу, наступала уже суббота, суббота у евреев день покоя, когда нельзя было ничего совершать. Но жены мироносицы увидели, что Христа погребали в поспешности, не соблюли все обряды. Вот почему они договорились, что как только пройдет суббота, а после субботы, суббота, это был седьмой день недели, ну, сейчас седьмидца недели, это на самом деле неправильное название, то есть седьмидца заканчивается. А первый день после субботы, так называлось первым днем, вот они в первый день после субботы, рано-рано утром, как настал день, они идут ко гробу, чтобы закончить обряд погребения. Вот почему называют их мироносицы. Они несут мир, это благовонное масло, дорогое очень, которое они купили за годи, чтобы идти с ним договорились. Я там рассказываю, какими группами, я изучил, где жены мироносицы находились, одна группа, вторая, потому что они шли разными группами туда, договорились там встретиться. Вот почему в Евангелии мы немножко видим, но я объясняю это, почему у нескольких евангелистов немножко по-разному написано, потому что каждый евангелист использовал свои источники. Например, Лука и рассказы Иоанны, там чувствуется в нем, Иоанн Богослов с рассказов Марии Магдалины, ну, апостол Матфея от самой Божьей Матери. Так что вот здесь много источников, я объясняю все это. Но это очень интересно. Поскольку написано в увлекательном форме, я думаю, будет познавательнее. Спасибо, отец Николай, большое вам за столь интересный рассказ. Ну, а вас в первую очередь я обращусь к сестрам. Дорогие женщины, мы поздравляем не с прошедшим, настоящие вещи не проходят, они наступают. С наступившим праздником, жен мироносец. Ну, и вот, исходя из всего того, что мы сегодня о них сказали, исходя из того подвига, которому мы сегодня посвятили нашу беседу, желаем всем вам, дорогие сестры, быть подлинными мироносицами. Помните, что мужчины нуждаются не в женах-революционерках, а в женах-мироносицах. Храни вас Господь, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова